Один раз мы с Мишкой делали угроз. Поположали перед собой чатерату и с пыльцами. И в это время я расскажу Мишке про Лимура. Что есть? Большие глаза, как петлянные блюдечки. Что я видел фотографию Лимура, где он держится, запах и ручка. Самый. Маленький-маленький. Им ужасно тебя пустят. Потом Мишка говорит. Написал? Я говорю. Луже. Ты мне чатерату проверь? Говорит Мишка. А я с вами лучше. И мы поменяли систему. Я как увидел, что Мишка написал. И он так сразу стал погладать. Гляжу, а Мишка тоже покатывается. Прямо синий стал. Я спрашиваю. Чего Мишка покатывается? Я покатываюсь? Говорит Мишка. Потому что ты не правильно писал. А ты чего? Я говорю. Это же самое. Как про тебя. Гляди. Написал. Доступили Мозы. Это такие-такие Мозы. Мишка покрасьте. Мозы. Это, наверное, мороз. А ты вот написал. Натало-зима. Это что такое? Да, говорю я. Не натало, а настало. Ничего не попишешь. Надо переписывать. Это сегодня муром на базу. И мы стали переписывать. А когда переписали, я сказал. Давай задачки задавать. Давай. И тут в комнату вошел папа. Здравствуйте, товарищи студенты. И сел в столу. Вот папа, послушайте, говорю, какую Мишка нам задачку. Поменеем два яблока. А нас трое. Как разделить эти яблоки между нами поровну? Мишка сразу же надулся и задумался. Папа не надулся, но тоже задумался. Они думали долго. Потом мне говорил. Сдаешься, Мишка? Потом. А он говорит. Сдаюсь. Он мне говорил. Чтобы мы все получили поровну, надо из этих яблок свалить капот. И стал погладать. Это меня чуть-чуть мило научила. Мишка надулся, что больше. Тогда папа сошел в глаза и сказал. Раз, ты был уехал один из них. Я, моя, какая-то свою задача. Давай, давай. Папа выходил по комнате и сказал. Ну, слушай. А Мишка учится в первом классе В. И его семья состоит из пяти человек. Мама встает в семь часов утра и тратит на одевание десять минут. Зато папа чистит зубы пять. Бабушка ходит в магазин, сколько мама одевается, плюс папа чистит зубы. А дедушка читает газеты, сколько бабушка ходит в магазин, минус во сколько стоит мама. Когда они все вместе начинают будить этого мальчишку из первого класса В. На это уходят в течение дедушечки из газет и бабушки нахождения в магазин. Когда этот мальчишка встает, он потягивает за столько времени, сколько мама одевается, плюс папа чистит зубы. А унывается он, сколько дедушки из газеты, взделенные на бабушки. Ну, урод, он опаздывает на столько времени, сколько потянется. Плюс он улыбается. Минус маме восставание, он изложил ее на помин и зубы. Спрашивается, кто же этот мальчишка из первого класса В. И что ему вредит, если это будет продолжаться? Все. Папа с нами минусом в среди комнаты стал смотреть на меня. Мишка захохотал бы, что горный стал тоже смотреть на меня. Они оба смотрели и хохотали. Я и сказал, я не могу сразу решить эту задачу, потому что мы просто еще не проходим. И больше я не сказал ни слова, потому что сразу догадался, что в ответ этой задачи получили дядя и что такого. Скоро выгонят из школы. Я вышел из комнаты в коридор, залез в завешанку, стал думать. Что? Если ты задать про меня, то это неправда, потому что я всегда с нововольных быстро потягиваюсь, хотя бы и долго, прямо столько, сколько нужно. Еще и подумал, если парень опирается на меня выдумать, то пожалуйста, я могу уйти из дома, прямо на целеную. Там работа всегда дает, там люди нужны, особенно молодежь. Друзья, папа, приедет с делегацией в Натай, увидит меня, я остановлюсь в ныне. Здравствуй, папа. Пойду дальше, понятно. А он скажет, тебе привет, мама. А я скажу, спасибо. Как она поживает? А он скажет, ничего. А я скажу, верная. Она забыла. Единственное усилие. Папа скажет, что ты? Она поводила на 37 кг. Папа отключает. А что я ему скажу дальше? Я не успел придумать. Потому что на меня упало пальто, и еще вдруг папа пререз за вешалкой. Ах ты! Вот он ты! Что у тебя за такие глаза? Неужели ты принял эту задачу на свой счет? Папа поднял пальто и повесил его на место. Я это все выдумал. Такого мальчишки на свете на нет. Не то, что в вашем классе. Папа взял меня за руки и вытащил из-за мешки. Потом пристально посмотрел на меня и улыбнулся. Надо иметь чувство юмора. А глаза у него стали веселые-веселые. А потом он сказал, а ведь это смешная задача. Правда? Ну, заспейся! Я спрятался. И он что-то. Мы пошли в пол. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ